ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подробности уголовного дела. Покажем, чем закончились два года незаконной банковской деятельности для пятерых казанцев. Прошу наказание определить, что не связанное с решением событий. Приговор обнальщикам. И в одночасье ставший популярным автоинспектор о том, зачем носят пешеходов на руках. Я не могу проехать мимо или пройти таких ситуаций. Это и не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Две «Лады» 14-й модели столкнулись на улице Лукина. На узкой дороге отечественные легковушки сошлись фактически лоб в лоб. Участники ДТП поспешили вызвать скорую помощь, так как в одной из машин находилась девушка на восьмом месяце беременности. Все подробности в материале Рамиля Шайдулина. Сразу после аварии водители вызвали бригаду медиков. Беременная пассажирка в момент столкновения была на переднем сидении одного из автомобилей. Учитывая, что она находится на восьмом месяце беременности, решили не рисковать. Впрочем, после осмотра врачи не обнаружили серьезных травм и решили не госпитализировать девушку. Ну, осмотрелись, еще это велели опять вызвать. Девушка вместе с мужем ехала по улице Лукина. В какой-то момент, по словам очевидцев, на их полосу резко выехала Лада 14-й модели. Остановиться и избежать столкновения они не успели. Они ехали сюда. Вот это. А тот оттуда сюда хотел выехать. А, во двор вернуть хотел. Да. Я думал, успею. По предварительной версии, водитель, выехавший на встречную полосу, признал свою вину. С высокой вероятностью, ему придется ремонтировать собственный автомобиль за свой счет. Рамиль Шайдулин, Айрат Назибов, Азат Самигулин. Вызов 112. Сегодня в Верховном суде Татарстана началось оглашение приговора предполагаемым членам банды Казаевские. Их обвиняют в серии тяжких и особо тяжких преступлений. Убийствах, покушениях, вымогательств и не только. Их задержали в 2013-м. Дело в суд передали в июне 2016-го. Но подсудимые как могли затягивали его рассмотрение. Нафиса Минязова вникла в детали. На скамье подсудимых 6 человек. Предполагаемые участники юдинской группировки Казаевские. Они обвиняются в 14 преступлениях, в том числе убийстве 5 человек, покушении на убийство, грабежи, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Банда попала в поле зрения правоохранительных органов еще в начале 90-х. Но задержанные ее предполагаемые члены были только в 2013-м. Впроть до 2013-го года Казаевские держали страхи не только жителей поселка Юдина, но и Казани. Кроме этого, при совершении убийств члены группировки избавлялись от трупов так, что их никто и никогда не находили. В основном топили в реке Волга. Против них просто боялись давать показания. Все изменилось после убийства в 2011-м году члены противоборствующей группировки. Свидетели решили все рассказать, правда, спустя время. И после задержания предполагаемых членов банды Казаев, клубок стал распутываться. На их счету установили полицейские убийства у беременной женщины на окраине Юдина. Ее с мужем просто расстреляли после того, как их овчарка и собака одного из подозреваемых сцепились между собой. За это убийство он уже отбывает наказание. Сами обвиняемые свои вины ни в чем не признают и, как могли, затягивали рассмотрение дела. В ходе предварительного следствия обвиняемые постоянно противодействовали следствию. Неоднократно писали жалобы на сотрудников полиции, которые якобы оказывали на них физическое воздействие. После проверки одной из таких жалоб в отношении одного из обвиняемых возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. Окончательный вердикт будет оглашен только завтра, но организатор банды Николай Казаев его не услышит. Сейчас он находится в федеральном розыске. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Пришли на работу и поняли, что работать им собственно и нечем. Все электроинструменты и прочая техника, которая была в строительном вагончике, исчезла за одну ночь. Рабочие сообщили в полицию. В течение нескольких дней в правоохранительные органы поступило еще два аналогичных заявления. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей. Динара Камалова знает, как вышли на подозреваемого. Вы знаете меня? Да. Расскажите? Да. 24-летний подозреваемый явно скучает. Всего несколько дней назад его жизнь была гораздо насыщеннее. То один строительный вагончик обчистит, то другой. Полицейским рассказал, что залезал через окно, выносил все, что мог, потом продавал. Деньги тратил, как хотел. Сумма причиненного ущерба по трем установленным эпизодам составила полмиллиона рублей. А стройки как выбирали? Не случайно. Не случайно. 24-летнего безработного местного жителя полицейские задержали в собственном доме, где он и хранил часть похищенных вещей, которые в настоящее время изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. На время следствия молодой человек заключен под стражу. Сейчас полицейские проверяют возможную причастность, задержанную к другим аналогичным преступлениям. Динара Камалова, вызов 112. Вахитовский суд Казани сегодня вынес приговор пятерым предполагаемым членам организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Как установили следователи, суммы, которые прошли через подозреваемых, превысили 700 миллионов рублей. Доход был скромнее, около 17 миллионов, но является особо крупным. Айрат Назипов с подробностями. Этот год, проведенный под домашним арестом, заставил меня пересмотреть свои жизненные принципы. Они полностью признали вину. Говорили о сложной жизни, что за год домашнего ареста встали на путь исправления и просили о снисхождении. Прошу не лишать меня свободы. Сотрудники Управления экономической безопасности вышли на них в результате совместной спецоперации с ФСБ. Установили, что незаконная банковская деятельность была организована для хищения бюджетных средств и уклонения от налогов. Роли в группе были четко распределены. Организатор и его помощник занимались подбором клиентов. Один из участников группы отвечал за обеспечение помещения, оборудованного всем необходимым компьютерами, интернетом. Еще два участника находили индивидуальных предпринимателей, на которых оформляли фирмы, в дальнейшем используемые для обналичивания денежных средств. Следователи установили, что таким образом они действовали два года. За это время через подконтрольные группе счета прошло около 700 миллионов рублей. За свои услуги обналщики брали от 2 до 7 процентов с каждой операции и заработали около 17 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Проведены 19 обысков в офисных помещениях и жилищах, в ходе которых изъяты печати различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 200 пластиковых банковских карт, 57 карт различных сотовых компаний и компьютерная техника. Все это признано и приобщено в качестве вещественных доказательств. По тяжеству доказательств подозреваемые и признали вину полностью, но уже в конце следствия. До этого признавали лишь частично. Частично вгонял их просьбам и суд. Четверо членов группы были приговорены к полутора годам лишения свободы. Организатор пройдет в колонии общего режима два года. Сама же статья за незаконную банковскую деятельность предусматривает лишение свободы до 7 лет. Айрат Назипов, Вызов 112. Кадры, как автоинспекторы на руках переносят через дорогу пешеходы, сегодня облетели все социальные сети. Все произошло сегодня утром на улице Кирпичниково. Пожилой человек очень медленно шел по проезжей части. Автоинспекторы мимо проехать не смогли. Альбина Солгораева встретилась с героем ролика. Игорь, может вдвоем и туда? Бесполезно? Этот дедушка, наверное, не думал, что его будут носить сегодня на руках, тем более стражей порядка. Не думали об этом и автоинспекторы, когда увидели человека, пытающегося перейти дорогу. Сделать это сегодня было нелегко и молодым. Мимо проехать просто не смогли. Я не могу проехать мимо или пройти таких ситуаций, которые нуждаются в помощи людей и других граждан. Капитан полиции Игорь Громов, специалист по работе с личным составом на пост на улицу Кирпичниково, направлен для помощи как коллегам. В связи с непогодой работы прибавилось, так и участникам движения. Помощь понадобилась даже не доехав до места дислокации. Пожилой мужчина на ветре 70-ти на костылях шел по проезжей части. Другой дороги не было. По тротуару было вообще не пройти. А надо. Шел дедушка в Пельменную. Это его ежедневный маршрут. Подойдя к нему, я спросил, сможет ли он перейти. Мы с ним вместе попробовали это сделать. Но в связи с обледенением проезжей части и большой засниме дороги, ему это самостоятельно не получилось сделать. Тогда, рассказывает Игорь, ничего не оставалось. Как взять мужчину на руки и донести до тротуара. Так было и безопаснее, и быстрее. Да и говорит, близко все. У отца инвалидность, нет одной ноги. И знает, как сложно порой бывает без посторонней помощи. Того, чтобы эти кадры разлетелись по социальным сетям, не хотел. На помощь пришел не для вида и показухи. Говорит, это нормально для тех, в ком есть человечность. Альбина Слагараева, Навеса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова